Привет всем, друзья! Сегодня предлагаю вспомнить пророчество из прошлого, к которым есть доступ у каждого из нас. Пророчество о том, к чему подходит человечество, о том, что ждет мир согласно книгам Исаии и Даниила, дошедшим до нашего времени и почитаемым миллионами людей на планете. Эти пророки предвидели то, что происходит сейчас и то, что еще предстоит испытать. Все эти знания помогут нам лучше понять действительность и подготовиться к описанным событиям. Пророк Исаия, один из самых бесстрашных пророков своего времени, упоминается по имени в Библии аж 54 раза. Известен стал за 700 лет до прихода Иисуса на Землю, точно описав судьбу Спасителя и все события из его будущей жизни на Земле, а также события из далекой истории. Будучи выходцем из семьи священника, он с детства был верующим. Однажды, в возрасте 20 лет, Исаию посетило видение самого Бога, сидящего на высоком престоле, вокруг которого летали ангелы, превозносящие к нему руки. С тех пор Исаия начал проповедовать истину, не страшась реакцией королей и правителей, обличал их нечестивые поступки на людях, не боялся ничего, за что однажды жестоко поплатился. Ту правду, которую слышал от самого Создателя, Исаия старался сразу же проповедовать людям, выходил на площади и рассказывал обо всем, что слышал и видел своим духовным зрением. Наиболее известен он стал благодаря своим пророчествам о катастрофах и катаклизмах, приходе Мессии на Землю, а также о глобальных событиях в мире далекого будущего. Во времена иудейского царя Манасии пророк Исаия принял мученическую смерть только лишь потому, что Манасия на протяжении 50 лет вел пропаганду поклонения Солнцу, звездам и Луне, принося им человеческие жертвы. Военнопленных, например, Манасия заковывал цепями и целыми сотнями отправлял в огонь, искренне веря, что силы природы за это будут ему лишь благодарны. Разумеется, Исаия критиковал его. Со временем жизни ветхозаветный пророк Исаия написал книгу, состоящую из своих отдельных речей, в которой обличил будущее и старался объяснить правду сотворения мира и что ждет его дальше, возвещая людям полученные от Бога откровения. С помощью книги пророка Исаии сегодня мы окажемся еще ближе к разгадке тайны будущего. К чему мы идем? Что ожидает нашу планету? О какой глобальной опасности предупреждают нас пророки? Во-первых, из книги Исаии ясно, что не бывать, не случится ничему плохому на земле, что не будет катаклизмов и искупления, итоговой борьбы добра со злом, если люди не утеряют, а взрастят в себе зерно Бога, будут милосердными и чуткими, если не опустятся духовно на уровень животных. Картины, возникающие перед взором великого пророка, говорят нам о другом исходе, о том, что люди так и не смогут вырваться из плена своих грехов. Давайте же почитаем, что ждет мир в этом случае. 24.1. Вот Господь опустошает землю и делает ее бесплодной, изменяет вид ее и рассеивает живущих на ней. И что будет с народом, то и со священником, что со слугою, то и с господином его, что со служанкою, то и с госпожою, что с покупающим, то и с продающим, что с заемщиком, то и с заимодавцем, что с ростовщиком, то и с дающим в рост. Земля опустошена в конец и совершенно разграблена. Далее Исаия пишет 24.4 и далее. Сетует, уныла земля, поникла, уныла вселенная, поникли, возвышавшиеся над народом земли, и земля осквернена под живущими над ней, ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. Зато проклятие поедает землю и несут наказание живущие на ней. Зато сожжены обитатели земли и немного осталось людей. Опять же, речь идет о пламени и обитателях земли, о пророчестве, которое мы уже неоднократно слышали, о событиях, предваряющих его. Огненные грады и всемирное запустение, бурная реакция природы на все, что происходит, возникновение эпидемии и вырождение видов, как прямое указание на предупреждение, которое однажды закончится. И вот события будущего изведения Исаии продолжаются. Разрушен опустевший город, все дома заперты, нельзя войти. Плачут, помрачилась всякая радость, изгнано всякое веселье земли. В городе осталось запустение, и ворота развалились, а посреди земли между народами будет то же, что бывает при обивании маслин. Ужас и яма, и петля для тебя, житель земли. Тогда, побежавший от крика, ужаса упадет в яму, и кто выйдет из ямы, попадет в петлю, ибо окна с небесной высоты растворятся, и основания земли потрясутся. Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена. Землетрясения и разломы земной коры, ямы на поверхности планеты, которые могут появиться по разным причинам, в том числе и из-за космических угроз. Продолжаем читать. 24-20, книга Исаии. Шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготит на ней. Она упадет и уже не встанет. И будет в тот день. Посетит Господь воинство, высприняя на высоте, и царей земных на земле. И будут собраны вместе, как узники, в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны. И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе. Казалось бы, что все очень плохо, и нет никаких просветов. Но вот интересное продолжение пророчества Исаии после воцарения Бога. 25-6. И сделает Господь Саваоф на горе Си и для всех народов трапезу из тучных яств, из чистых вин. 25-8. Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле. 26-2. Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Он есть твертыня вечная. Получается, что после очищения земли на ней останутся лишь те, кто искренне верил и просил поддержки у Всевышнего. Для них наступит рай на новой земле. Об этом есть и в других пророчествах, что не всем грозит подобное искупление, а праведных и честных ничего из этого не коснется. И далее, 26-10. Идет объяснение, почему. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. Читаем 26-19 и далее. А живут мертвецы твои, восстанут мертвые тела. Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя, роса растений, и земля извергнет мертвецов. Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за собой двери твои. Укройся на мгновение, до коленей пройдет гнев. Ибо вот Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь, и уже не скроет убитых своих. И вот мы видим известное пророчество о воскрешении мертвых на земле. И тут же наставление людям запереть за собой двери, укрыться до тех пор, пока не завершится то событие, так как все чистые духом и верующие в итоге будут спасены. Что касается пророка Даниила, церковь также засвидетельствовала ее подлинность. Давайте вспомним самый впечатляющий момент в Евангелии от Матфея, в котором ученики Христа спрашивают его о конце времен. Вопрос звучал так. Какой признак твоего пришествия и кончины века? В ответ Иисус рассказывает все признаки, упоминая войны, беззакония, лжепророков и время, когда во многих охладеет любовь. Далее Христос произносит следующие слова. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной, во свидетельство всем народам. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. То есть, здесь Христос ссылается на ветхозаветного пророка Даниила в контексте конца времен и второго пришествия. Что же значит «многозначительное» читающий да разумеет? В Библии нередко встречаются подобные фразы. Имеющий ум сосчитает, имеющий уши да услышит, читающий да разумеет. Эти слова – намеки на то, что в этом месте кроется что-то важное. То, что откроется лишь тому, кто верит и хочет это узнать. И в книге пророка Даниила есть подсказки. Многие утверждают, что именно там названа точная дата второго пришествия. Сны и видения из книги Даниила подробно и удивительно верно описывают картины из уже свершившейся истории и ожидаемого далекого будущего. Далекого для современников пророка, но только не для нас, которые читают собрание этих предсказаний спустя тысячи лет. В книге есть прорицания о многих великих царствах Древнего мира, сделанные за сотни лет до соответствующих исторических событий. Это расцвет и падение Вавилонской империи, Римской империи, а также эллинистической, имеющей прямое отношение к Александру Македонскому. В главе 11 приведена детальная панорама событий от правления Кира Великого и до воцарения Антихриста. Далее идет тысячелетнее царство Миллениум и, соответственно, конец веков. Итак, Христос ссылается на Даниила, на его слова из Ветхого Завета. Даты тех или иных пророчеств легко узнать из самой книги, так как Даниил очень часто упоминает цифры. Нас же интересует ближайшее будущее. В главе 9 строке 27 книги пророка говорится «И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». Вот она – дата мерзости запустения, скрытая для тех, кто не прочитал книгу Даниила полностью, и вполне очевидная для те шифровщиков, богословов. Ведь в главе 12 пророчеств говорится о числах, от которых необходимо отсчитывать определенные седмины. Об этих словах о мерзости запустения говорит Христос в контексте второго своего пришествия. Вот почему нам важно понять, когда наступит пустота, что это будет за пустота и почему. Итак, одна седмина – это цифра 7. Половина седмины – это 3 и 5. За начало дешифровщики берут цифру 735. В главе 12 в контекст описания о запустении упоминается цифра 1290. Складываем вместе две эти цифры и получаем дату – 2025 год. Год – последствия чего-то, что должно произойти в течение 4,5 ближайших лет. Ведь запустение не возникнет в один миг. Это практически невероятно. Помните, что говорили о пустоте более современные провидцы? А ведь о ней, как о последствии какого-то серьезного глобального события, говорили все сильные ясновидящие сего мира. И все эти пророчества как раз попадают на наше с вами переломное время. На удивительную эпоху, в которой мы сейчас живем. Пока мы можем судить о том, что произойдет, лишь по мутному описанию последствий этого события. Скорее всего, раз уж оно является событием редким и глобального масштаба, то оно придет одно. Все пророки говорили об одном и том же событии. Последствия, описанные пророками, такие. Исчезнут многие виды растений и животных на земле. Европа практически опустеет. Много городов окажутся под водой, которая станет непригодной для битья. Значительный ущерб будет нанесен сельскохозяйственной отрасли. Страшная карта мира будущего от Эдгара Кейси иллюстрирует маленькие области суши вокруг бесконечной воды. В общем, скоро нас ожидают интересные перемены. Пока что мы не знаем точно, чего ожидать, но уже застрахованы от эффекта неожиданности. Если понравилось это видео, ставьте лайк и берегите себя, друзья. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!